Есть автомобили, к которым иногда хочется вернуться. Почему? Да потому что они необыкновенные, потому что они нам показывают то, что все могло быть по-другому. Самый первый электромобиль по официальной версии появился в 1828 году. Это было хрен пойми, что с мотором, разработанное инженером Аньосом Джедликом из Венгрии. В России долго запрягали, но тоже были не последние, а вот Америка думала дольше всех. Но, как водится, потом обскакало. Странные чувства меня обуревают. С одной стороны ты понимаешь, что это автомобиль. А с другой это не автомобиль. Карета, может быть, но знаете, это потрясающе. В 1897 году в Нью-Йорке уже действовала целая линия такси из нескольких десятков тысяч электромобилей. А в 1899 был поставлен рекорд скорости – 100 км в час. И это был электромобиль. Первый же рекорд скорости на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания был раньше, в 1895-м. Пауза – 30 км в час. Америка действительно оказалась готова к технологическому прогрессу. Причин много, обсуждать не будем. Самым успешным производителем машин на электротяге был Уолтер Бейкер. Для понимания, со своими электромобилями он успешно конкурировал и с Фордом, и с Паккардом. Уолтер сначала работал на фирме отца. Затем перешел в компанию по производству подшипников. Но всегда мечтал делать автомобили на электротяге. Его вдохновила другая машина – механический экипаж Карла Бенса с бензиновым мотором. Времена такие были. Хорошо умели делать телеги, кареты. И вообще не было понимания, как должен был выглядеть автомобиль. Или нет? Автомобиль должен был выглядеть как карета. Только без лошадей. Бейкер Электрик. 1908 года постройки. Из коллекции «Камышмаш» ретро-галерея ресторана «Леколин» так и выглядят. Карета как есть. У первых моделей даже названия были такие же, как у конных экипажей того времени. «Ран Эбаут» и «Стэн Хобб». Легкие типы экипажей, запряженные одной лошадью. Тут так же, как сегодня, много дерева и кожи. Только кожа не там, где ты ее ждешь. Как, скажем, и дерево. Кожа не только сиденья, но и крылья. На минуточку. Кожа оригинальная. 1908 года. А дерево – каркас кареты, обшитый металлом. Чтобы вы понимали, «Камышмаш» не только реставрирует автомобили, но и ведет научную деятельность. Вот их плод. «Электромобиль. 130 лет в России». Книгу, которую вы можете купить в магазине. Если вам понравилось, с вас колокольчик, подписка. А я продолжу рассказывать про электромобили уже начало прошлого века. Производство расширялось, количество моделей увеличивалось. В 1905 году было доступно пять версий, включая одну закрытую. В 1906 компания выпустила 800 машин, став на тот момент крупнейшим в мире производителем электромобилей. 30% автомобильного рынка принадлежало электромобилям. Почему? Да потому что наш экипаж, скажем, может без подзарядки проехать 80 километров. А когда с компанией стал дружить Томас Эдисон, купивший себе подобную карету, расстояние выросло. Пауза с его банками 250. И с каждым годом это значение увеличивалось. Максимальная скорость, конечно, была неплоха, примерно 40 в час, если под уклон. Но уверенные 25-30 всегда на полной зарядке. Бекер мог сделать и более быстрый автомобиль, но качество резины и самой конструкции не гарантировали безопасность водителя. Тем более, чаще такими машинами управляли женщины. Был даже рекламный слоган «Сел и поехал». А что мы имеем? Лезем под машину и видим, что это полноценный электромобиль. В то время у многих автомобилей задний мост приводился в движение цепью. Здесь же мы видим уже настоящий кардан. Виден электромотор на 48 вольт, мощностью 2,5 лошадки и редуктор. Везде провода и трансформаторы. Ничего не перекрыто от влаги. Наверное, тогда дожди суше и чище были. Подвеска, естественно, рессоры. Вот и все. Аккумуляторы расположены и сзади, и спереди для лучшей развесовки. Сами аккумуляторы находятся в деревянных ящиках с ручками. Зачем? Вы подъезжаете к пункту обмена аккумуляторов, ставите новые заряженные банки и продолжаете движение дальше. Потому что сеть заправочных станций, зарядных станций, тогда еще не была развита. Но это не значит, что машину нельзя зарядить от провода. Вот здесь, под левым крылом сзади, находится розеточка для специального провода. Светотехника также есть. Шестивольтовая. Слишком изящная, чтобы называть это фарами. Да и не светят они по-хорошему. Будем величать их плафоны. Прежде чем сказать «поехали» и махнуть рукой, я вам покажу, где находится бахдачок. Вот здесь, под сидушкой. Маленький, маленькая резервация. Также здесь находится электрический, если мне память не изменяет, кондуктор. Поправьте меня в комментариях. Из приборов. Вольтметр и амперметр. А сейчас люди, радеющие за экологию, вздрогнут. В идеале тут ртутные предохранители. Поэтому каждое короткое замыкание сопровождается маленькой экологической катастрофой. Старт прост. Ключ. Замыкает цепь. Руль. Включаем первую. И погнали! Рывок такой выполняет троллейбус в час пик в пробках. Действительно, Бейкер-модель М-Квин Виктория Родстер, а именно так называется модель полностью, очень редкая бабенка. Бедрами виляет по поводу и без, но делает это изящно и уверенно. Поначалу страшновато, а потом великолепно. Здесь две педали тормоза. Одна идет на карданный вал, вторая на колеса. Но есть одна проблема. Педалью тормоза тормозить сразу нельзя. Нужно сначала рычаг перевести в положение нейтраль. Потому что если делать это на скорости, электромотор становится генератором, и все сожжет. Сожжет. Поэтому езда нервная. Логичнее управлять автомобилем левой рукой. Но левая все время лежит на ручке переключения скоростей. Хотя я понимаю, 120 лет назад трафик был значительно меньше. Лошади были согласен. Бензиновые также вовсю гоняли, орошая выхлопными газами все вокруг себя. А ты едешь весь такой экологический, тихий, в повседневной одежде, не переживая за выхлоп и масляные пятна. Повороты должны быть плавные, бесконечные. Руль бы был здесь к месту. Но тогда потеряется атмосфера. Жюль Верн, стимпанк. Только гул, только гул. Только страшно мне чуть-чуть между дорогими лимузинами. Да, руль был бы здесь к месту. Потому что при правых поворотах приходится пересаживаться на правую, так сказать, половину. Но с девушкой тут не покатаешься. Бейкер Мотор Компани был самым мощным производителем электрокаров до 1913 года. Бензиновые вонючки совершили технологический прорыв и продолжали развиваться. А электромобили оставались электромобилями, так как источник питания, аккумулятор, оставался непрактичным. Компанию Бейкер поглотила другая компания, которая потом тоже канула в лету. А закончить хочу лозунгом компании Бейкер за 1912 год. Самый дорогой выпускающийся в Америке электромобиль, но самый дешевый в эксплуатации. Лучше не скажешь, как тебе такое, Илон Маск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok